Ученые всего мира давно бьют тревогу из-за глобального изменения климата. Задумываться о своем экологическом следе стало все больше людей. Но насколько велика роль человека и в силах ли мы избежать самого негативного сценария развития событий? Мы все живем под одним небом и не допустить экологической катастрофы можем только все вместе. Слова маленького принца из одноименной повести сказки Экзюпери актуальны и по сей день. Проснулся? Убери свою планету. Ежегодно 15 апреля во всем мире отмечают День экологических знаний. Его цель – обратить внимание к актуальным вопросам хранения экологии. В этот день проводятся различные мероприятия. Людей привлекают к акциям по уборке общественных зон и соблюдению правил утилизации отходов. Особое внимание уделяют проблеме глобального потепления. Работа многих крупных предприятий, лесные пожары, свалки, вырубка лесов, перенаселение планеты – все это ведет к сильному загрязнению окружающей среды. И как следствие к задержке тепла в атмосфере и росту температуры поверхности Земли. Климатическая система – это большой, сложный и тяжелый организм, где самое главное звено – океан. Совершенно не атмосфера, так? Но атмосфера – самый подвижный элемент. То есть у вас есть сложная система, сдвинуть вам ее тяжело. Вот мы с вами грузовик, мы это сдвинем. А вот раскачать сумеем хорошо. То есть небольшое воздействие – это толчок. Толчок к чему? К естественной. Вот естественные есть изменения климата. Ведь мы же не получаем чего-то такого, чего никогда не было. Так? И тропические циклоны до нас не дойдут. А до Архангельской области и муссоны не дойдут. Никогда. Решить эту проблему поможет озеленение большой площади Земли, создание новых сортов растений, использование очистных сооружений, разработка более экологичных технологий и переработка мусора. Что же в свою очередь можем сделать мы? Самое простое – использовать для освещения не обычные лампочки, а люминесцентные энергосберегающие или LED-лампочки. Стекло, батарейки, макулатуру можно не выбрасывать, а сдавать в пункты приема. Во время чистки зубов или мытья посуды закрывать воду и брать в магазин многоразовую сумку, которая подлежит переработке. Помните, мы все живем под одним небом, и чтобы не допустить экологической катастрофы, необходимо заботиться о природе уже сегодня.